Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Столицы на пожары ИЧС. С начала года спасатели совершили более трех тысяч выездов. За это время на пожарах погибли 13 человек. 33 пострадали. 540 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. А сейчас остановимся на самых резонансных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник, 3 декабря, в конце рабочего дня, жильцы дома номер 56, корпус 1 по улице Плеханово сообщили столичным спасателям о запахе гари в подъезде. Из-за пробок на дорогах первое отделение огнеборцев прибыло к месту лишь через 8 минут и сразу же принялось к поискам источника волнения граждан. Определить квартиру, из которой исходил дым, не потребовало много времени. Да и входная дверь оказалась не заперта, что позволило спасателям не тратить драгоценные минуты на ее взлом. В дыму работники МЧС рассмотрели человека без сознания, лежащего на полу. Позже стало известно, это хозяин квартиры, который спасателями был передан медикам и с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждении здравоохранения. Пожар начался в комнате, а причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры. В среду 5 декабря на улице Московской столкнулось сразу 4 автомобиля. Мерседес, БМВ, Фольксваген и машина-такси Субару. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль БМВ был деформирован настолько, что пассажирка оказалась заблокированной внутри. В этом случае усилиями голых рук не отделаться. На помощь вовремя подоспели спасатели и с использованием специальных инструментов вызвали ли девушку из покореженного автомобиля. После она была госпитализирована с различными травмами. Также в больницу были доставлены еще две пассажирки, находящиеся в БМВ. Минск чрезвычайный. 6 декабря произошел аналогичный пожар, случившийся в понедельник. Действия развивались как под копирку. В конце рабочего дня жильцы дома номер 4 по улице Кунцевщина сообщили о дыме, распространявшегося по подъезду. Загорание произошло в жилой комнате, и причиной пожара стала также сигарета. Отличало этот пожар только то, что спасатели вынесли из горячей квартиры двух мужчин, находившихся без сознания, которых передали медикам для госпитализации. Пострадавшие до сих пор находятся на лечении, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Одновременно с ранее упомянутым пожаром столичные спасатели приняли сообщение о загорании на 10 этаже 12-этажного здания общежития Медицинского университета по проспекту Дзержинского. Считанные минуты и пожарные машины уже гудели у здания, качая воду по пожарным рукавам. Однако, даже за этот короткий промежуток времени комната уже была полностью охвачена огнем, выбрасывая языки пламени из оконного проема. Работниками МЧС с помощью масок для спасаемых и смежных с горящей комнат были спасены две студентки первого курса, а совместно с администрацией эвакуированы 250 человек. В результате пожара повреждено имущество и отделка на площади 20 квадратных метров в жилой комнате блока, санузле и коридоре, а также закопчен общий коридор. Никто на пожаре не пострадал, если не брать во внимание тот факт, что у иностранного студента, проживавшего в выгоревшей комнате, сгорело абсолютно все. От одежды до документов. Причина загорания устанавливается, рассматриваемая версия короткое замкание электропроводки в розетке. Минск чрезвычайный. 7 декабря около часа ночи пожар произошел на верхнем этаже пятиэтажки по адресу улица Пермская, 48. Ночные пожары часто заканчиваются трагически, тем более если о них сообщают очевидцы, а не участники, как в этом случае. Поэтому спасатели были готовы к худшему. Прибыв к месту вызова, спасатели увидели открытое горение балкона на пятом этаже. Огнеборцы незамедлительно ворвались в горящую квартиру, в коридоре которой был обнаружен в бессознательном состоянии хозяин квартиры, а в жилой комнате мужчина без признаков жизни с ожогами. Спасатели вынесли мужчин из опасной зоны, и уже бригадой скорой помощи была констатирована смерть обоих. Из соседних и ниже расположенных квартир было эвакуировано пять человек. Позже стало известно, что загорание началось в жилой комнате, а возможной причиной стала неосторожность при курении одним из погибших. Из этого выпуска несложно заметить, что большинство пожаров происходит из-за банального неосторожного обращения с огнем при курении. И чтобы сохранить курильщикам, а также их родным и близким имущество, здоровье и даже жизнь, предлагаю серьезно задуматься, а стоит ли рисковать или проще вовсе завязать с этой пагубной привычкой? Решать вам. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Берегите себя и своих близких. В эфире был Александр Попко. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.